МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 80 организаций из 9 стран мира представили свои экспонаты. Подробнее об этом событии в нашем сюжете. Участники выставки представили посетителям различные виды современных транспортных систем и оборудования для них, услуги по перевозке грузов и пассажиров и многое другое. Наибольший интерес вызвали площадки, на которых были представлены инновационные технологии. В этой сфере демонстрировали свои экспонаты две компании. Открытое акционерное общество, управляющее компанией холдинга Белкоммунмаш, является ведущим производителем наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. На выставке они представили электробус Е433 видов ТМАКС Электро. Производитель рассказывает о множестве преимуществ этого транспорта. Например, улучшенная система обогрева, система, предотвращающая зажатие пассажиров между створками дверей, а также система видеонаблюдения. Позаботились и о работниках. Предусмотрено кондиционирование кабины водителя и место для кондуктора с индивидуальным обогревом. Ожидается, что до 1 декабря две единицы этого экологичного вида транспорта уже появятся на улицах Минска, а к 1 марта планируют запустить еще 18. В Минске организовать движение, показать преимущества эксплуатации данного вида транспорта, ну а затем уже дальше рассматривать поставки в другие регионы. Но при этом мы рассматриваем очень серьезно поставки данной модели на экспорт. Инновации в области транспортных технологий представила еще одна компания – закрытое акционерное общество «Струнные технологии». Они презентовали проект под названием «Скайвэй». Сегодня на выставку мы привезли, прежде всего, самое интересное – это наш подвижной состав, это юнибайк и юнибус. Юнибайк – это прогулочное транспортное средство, предназначено для двух людей, там также можно покрутить педали, если есть желание такое. 14-местный юнибус – это для городских перевозок. Также представлена модель наша, то есть навесные и подвижные составы и мотор-колесо. Экспонаты вызвали интерес у детей, взрослых и представителей из других площадок выставки. И действительно, посмотреть было на что. Здесь представлена масштабная модель транспортной системы. Это подвесной юнибус, именно так он будет выглядеть. Естественно, люди будут выходить на платформы, а не падать, если можно судить по этому модели. Интересный дизайн, интересный обзор. Можно ехать, любоваться красотами природы или города. Увеличенный вариант тоже радует. Внутри довольно просторно. Юнибус должен вмещать 14 человек. И, как утверждают разработчики, каждая деталь инновационна и призвана сделать передвижение комфортным, быстрым и даже в чем-то увлекательным. Здесь вполне удобно. Можно присесть, отдохнуть, поболтать, послушать музыку, посмотреть что-то и узнать, видимо, куда едем, потому что есть двигающееся табло. Разработками уже заинтересовались многие организации. Это дает надежду, что не за горами время, когда люди смогут на практике опробовать представленные технологии. Насколько мне известно, вчера через наш стенд прошла официальная делегация Республики Беларусь, которую возглавлял вице-премьер Анатолий Калинин. Он выразил слова поддержки нашему проекту и сказал, что за нами будущее. Пока же представленные экспонаты вызывают противоречивые эмоции у гостей выставки. Удивление лишь одна из них. Сами можете наблюдать, как все плавно-плавно истекляются к нашему стенду. Какие вопросы в основном задают именно случайные зрители? Первый вопрос – что это? Второй вопрос – это правда. Третий вопрос – вы откуда? С Беларуси? И тогда это можно будет увидеть и пощупаться. На что мы отвечаем, что уже в ноябре этого года мы запускаем первую линию. Линию запустят в тестовом режиме в Экотехнопарке в Марьиной Горке. Показ будет доступен лишь ограниченному кругу лиц. Остальные пока могут увидеть ход строительства на канале YouTube. Доступ в Экотехнопарк планируют открыть в следующем году, после окончательного завершения строительства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова